Говоря о дорожной деятельности, хочу отметить, что это одно из самых сложных направлений, в котором получить какой-то значительный положительный, позитивный сдвиг нам в течение этого года не удалось. Почему? Потому что год этот был особенно еще и в связи с тем, что погодные осадки были в таких объемах, я имею в виду снежный покровь 70 сантиметров, который заставил нас вывозить снег в объемах более чем в три раза превышающих ежегодные объемы, чтобы требовалось значительных финансовых ресурсов. Конечно, мы двигали контракт, финансы на контракте с зимы, с лета, с асфальтирования для того, чтобы эти объемы выполнить. Потом у нас были вопросы, связанные с ремонтом полотна дорожного и в центре города, я имею в виду капитальный ремонт и в ямочном ремонте, и фактически в сентябрь-октябрь денег на контракте было минимумом. И с таким же минимумом мы ушли в ноябрь-декабрь. Поэтому, понимая, что на сегодняшний день уровень снежного покрова 47 сантиметров, а в прошлом году он был 30, вот на эту дату, мы понимаем, что коллапса в городе удалось избежать, конечно, связанного с непроходимостью дорог, но между тем остановка по-прежнему остается крайне сложной. Причины этого всего я вижу в моем понимании в том, что мало средств мы выделяем на этот вид деятельности. Вот мы с коллегами на Ассоциации Запад собирались, все это отмечают, просто в одном докладе написано было одну десятую мы получаем от потребности. Я вот считал с нашими коллегами одну шестую, вот мы считали, что у нас средств на эти цели. Шесть раз меньше, чем необходимо по нормативу. Ну и вы знаете, что эта проблема всем известна, мы ее поднимали и поднимаем постоянно, и этим летом она как никогда резонула по нам, потому что денег на контракте действительно было мало. А учитывая, что контракт еще и двухлетний, то эта тема выглядела вообще здорово. Здорово. Давайте еще про дорогу поговорим. Давайте. Эта тема настолько глободимная сегодня. Скажите, в свете произошедшего, да, вот того состояния дорог, как они выглядят сегодня у нас, все-таки, на ваш взгляд, двухлетний контракт на содержание, насколько он оправдан? Для города это выгода. Для подрядчика это плохо. В моем понимании. Объясню, почему. Мы сегодня сейчас зафиксировали объемы работ, которые он должен будет выполнить, даже при изменении цен. Поэтому они падать-то не стали. Видите, в прошлом году, помните, когда мы торговали двухлетний контракт, более-менее стабильная была ситуация, и они падали в цене подрядчики. 10-15 процентов. Мы на экономию еще что-то сделали. Мы светофор один поставили. Вот сейчас еду, радуюсь тому, что там более-менее нормальная ситуация стала. Я имею в виду вот там, на перекрестке. Люди останавливаются, пропускают. Нет аварийной ситуации. Дети, люди могут пройти спокойно к магазину, к торговой точке. В школу идут по этому объекту. Это приятная вещь. В этом году сделали всего два шага и остановились. 4 процента. Может быть, это примета времени, когда мы с коллегами, с главами начали говорить. Вот месяц назад, наверное, в Афинской ассоциации. По этому поводу. Мы думали, когда мы все вместе обратимся в правительство Краснодарского края с предложением об увеличении ассигнований на дороге. У всех кричащая ситуация. У всех не хватает. Я сказал, что я вот только проторговался. На два года. Да ты что, и кто-то нашелся? Такой, кто рискнул. При этом росте цен. Да, нашлись. Ну, поэтому вот сегодня мы встречу проводили с подрядчиком и по готовности к работе в новогодние рождественские праздники. Вот буквально сегодня, перед тем, как вы пришли, мы в зале сидели вместе с милицией, в МОД, подрядчик, заказчик. Сидели, обсуждали, какие работы, когда он будет выполнять, какими силами. И мы понимаем, что задача стоит напряженная, снегу много, и опять же, его нужно вывозить. И самое главное, мы не знаем, сколько его будет. Поэтому с главой мы договорились. Пару месяцев мы работаем вот этого года, а потом будем, исходя из тех цен и возможностей, которые в бюджетах есть, обращаться все-таки в правительство с предложением об увеличении финансирования на эти цели. Потому что... Евгений Иванович, ну а чем рискует, собственно, подрядчик? Как он говорит, у него есть объемы, за которые ему оплативают, все остальное, вот, включая надзорные органы, они ведь выставляют претензии городу? Нет, они им выставляют претензии. Их штрафуют, и их тоже, в том числе. И их штрафуют, и нас штрафуют. Там много нюансов, связанных с тем, что если мы выдали задание, и есть деньги, и все, и он не сделал, тогда ему прилетали. А если денег нет, тогда штрафуют город, конечно, привлекают к ответственности. И мы тогда из того не полного бюджета вынуждены отвлекать еще финансовые ресурсы на уплаты штрафов. И, к сожалению, эта проблема касается не только нас. Это всех касается, буквально всех. Это тоже одна из проблем, которая волновала всех руководителей муниципальных образований. Другого нет. Потому что милиция говорит, мы обеспечиваем безопасность жителей. Они правы в этой части. Вот сейчас хотела бы уточнить. У нас есть информация о том, что мы встречались с исполняющим обязанности начальника местного ГИБДД. И он говорит о том, что вот шесть протоколов родилось, причем это не шесть улиц. Это много территорий города вошли туда, где эти самые требования по безопасности движения не соблюдаются. Претензии выставлены, насколько я понимаю, управлению городским хозяйством. Не хватает денег на эти цены. А возможность увеличить вся сигнование была? Ведь, если я не ошибаюсь, на том же городском совете вы как-то говорили о том, что деньги есть и при необходимости будут выделены. Мы летом на 1 миллион увеличили сигнование, потому что дорожный фонд можно оформлять только из определенных доходных источников, если они есть. Из других, даже если не есть, нельзя. Есть правила формирования. Поэтому тот миллион, который мы могли тогда себе позволить, депутаты выделили нам. И эти деньги как раз сейчас, в декабре месяце использовались, дополнительные оплаты работ производились. Потому что на ноябре-декабре у нас было только по миллиону. Мы вот об этом говорили. Помните? Не раз уже. И вот остатки от того миллиона, они сейчас использовались. Но больше-то их нет. Контракт был двухлетний. И вот сегодня, в октябре, допустим, или в ноябре найти тех денег, которые соответствовали бы вот этому, их просто нет. Сейчас вы ждете наступления нового года и, соответственно, наступления нового контракта. Конечно, конечно, конечно. Мы минимум работ, минимум, минимум работ мы проводим, минимум работ мы проводим, которые необходимы. Вот сегодня мы говорили, что нужно сделать еще. Завтра должны грейдеры выйти на улицу Карла Марша, один грейдер. У них свой сломан, они привлекают грейдер от подрядной организации. Этот грейдер выйдет на Карла Марша и на улицу Арбузова ниже пути провода.